Всем привет! С вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. Друзья, я, как и обещал, покажу сегодня салат, такой простенький салат из меню, диетического меню Стаса Михайлова из «Звезды». Напомню, что в последнее время Стас стал появляться перед зрителями в таком исхудевшем, не исхудевшем, а подтянутом теле, хотя его раньше привыкли видеть как Карлсона, да, такого толстенького, в полного рассвете силы. Он похудел на 13 кг за короткое время, так же, как и его супруга, и все стали обращать внимание, интересоваться, чем они питаются. Салат достаточно простой, поэтому помимо салата я вам прочитаю еще меню постного борща. Он тоже элементарный, то есть запоминайте, лучше всего записывайте. Ставите кипяченую воду, в смысле кипятите воду, бросаете туда картошку, затем в картошку крошите свеклу. То есть обычно зажаривают свеклу, а здесь вот надо варить вместе с картошкой свеклу. Потом болгарский перец нарезаем, это уже относится к зажарке. Затем морковка, лук, пережариваем это все и вместе с капустой добавляем уже, когда варится картошка и свекла. Затем добавляем чеснока, зелени, солим и до полной готовности. Вот таким образом получается постный борщ от Стаса Михайлова. Они, супруги, да, говорят о том, что они не употребляют алкоголь, они полностью отказались от копчености. Это я повторюсь, да, я говорил в предыдущем видео, но тем не менее напомню, да, потому что может быть кто-то не видел. То есть они стали употреблять орехи, финики и так далее. Казалось бы скучно, да, вот так вот и невозможно перейти с такой пищей, да, к которой мы привыкли. Жирные сосиски, да, вот журналисты говорят, что в их гримерке вместо бутербродов с сэндвичами они сейчас стали наблюдать фрукты, да. Что лежат яблоки, там виноград, груши, все это неразрезанные, ну, обязательно почему-то у них такие условия, чтобы было неразрезанное яблоко, чтобы целиком фрукты, да, были, чтобы никто не вмешивался, что это они сами сделают. Вот, то есть, значит, это возможно, да, кому-то перейти на здоровую пищу, и поэтому сегодня я буду демонстрировать салат. Для салата нам понадобится, как вы видите, то, что есть на столе, может быть, если чего-то не хватает, то смотрите, все это позже увидите, хотя здесь, в принципе, все лежит. Значит, сначала нарезаем огурец обыкновенным простым способом, то есть, режем вдоль и нарезаем такими вот, ну, я бы не сказал, что кубиками, вот такими вот частями, да, вот такими дольками нарезаем. Самое интересное, что как-то супруга у него умудрилась 12 килограмм сбросить, да, она за беременность, я не знаю, как за 2-3 месяца может 12 килограмм сбросить, за беременность набрала 24 килограмма, очень быстро сбросила, поэтому люди стали, поклонники стали интересоваться не только как Стас Михайлов питается, но также как его жена, да, женская часть, потому что Стас Михайлова у нас в основном слушают женщины, как я уже говорил, да, от 13 до 95 лет. Он является любимцем. Да, друзья, кстати, обратите внимание, на первом огурце забыл отрезать, но они свеженькие, ничего страшного, бывают вот эти части, да, задние, передние, они горькие, поэтому лучше их срезать. И резать все-таки, я думаю, на салат лучше помельче, да, огурец, огуречек, то есть можно на несколько частей здесь порезать. Так будет, ну, приятнее будет кушать просто. Нарезаем огурчик. От алкоголя, кстати, тоже. Вот многие, многие артисты не хотят отказаться от алкоголя, но тем не менее, кто ставит приоритет здоровье, да, свое, и фигуру свою, да, те отказываются. Ничего страшного в этом нет, можно и без алкоголя прекрасно прожить, иметь хорошее настроение, особенно, когда у тебя такая деятельность. Бурная деятельность. Также они стараются заниматься спортом, хотя спортом не всегда получается заниматься, в связи с плотным графиком, но тем не менее. Отели стараются заказывать там, где есть фитнес, то есть, обратите внимание, да, помидорка, я разрезал ее напополам, затем вот таким способом, здесь не видно, наверное, из-за моей руки, нож должен быть остро наточен, потому что это у нас ключевой инструмент в данном случае, да, чтобы было удобно резать. У нас хорошо ножик наточен, вот, видите, да, как я режу? И помидорку тоже можно поменьше, но не сильно мельчить, потому что из нее тогда вытекет весь сок, и тогда это будет уже не то, то есть, сильно мельчить помидор не нужно. Тот сок, который остается на досочке, вот, маленько, даже налился на этот, на стол, лучше всего выливать, конечно, чтобы ничего не оставалось. Так, режем дальше. Так, помидорку вместе с соком желательно таким вот образом с досточки поместить в кастрюлю, и дальше нам понадобится редис, свежая редиска, очень вкусная. И также я говорил, да, о том, что они перешли на финики и орехи, но это, на самом деле, это калорийная такая, достаточно хорошая пища, заменитель мяса, да, жирного. Ну, мне на самом деле не просто было бы отказаться от бутербродов и перейти на такую еду, когда я уже привык. Редиску тоже можно, в принципе, сильно не мельчить, но и крупно сильно не нужно, да, нарезать. Так, на такую, на такое количество, видели, да, у меня там два огурца было, одна помидорка, можно полтора огурца, в принципе, подходит на такое количество, это будет одна такая хорошая порция. Два огурца и помидорка. Так, редиски три у нас здесь находятся. Кладем редиску в кастрюлю тоже. Затем нам понадобится сельдерей. Вообще, можно кинзу, ну, Стас добавляет сельдерей в этот салат. Нарезаем тоже не очень мелко. Хвостики вот эти вот нам не понадобятся, можно их убрать. Осталась зелень, зелень и горошек. Друзья, на такую порцию, да, нам хватит всего лишь где-то на полбанки горошка. То есть, не нужно всю банку высыпать, нам пригодится еще для чего-нибудь горох, для другого салата. То есть, половина банки, вот такой вот, ее будет достаточно. Сколько здесь? Что-то я не вижу, сколько здесь грамм. Стандартная банка. Зеленью надо будет посыпать в конце. Сейчас мы еще заправим салат. Салат лучше всего заправлять оливковым маслом. Если нет, можно подсолнечным, но все-таки оливковое, оно вкуснее, ароматнее. И в данном случае у нас есть оливковое масло. Нам повезло. В прошлый раз не было, сейчас есть на салате. Хвостики, напоминаю, что убираем лишнее. Затем, прежде чем сыпать зелень, наливаем оливковое масло. Его все, я думаю, нужно вылить, да, здесь. Наливаем оливковое масло где-то. Ну, я думаю, что здесь грамм 30 где-то было всего. На порцию достаточно. Затем тщательно перемешиваем. Что у нас здесь относится, какие специи, да, мы будем сыпать. Специи очень простые, это перец. Черный перец, его можно по вкусу. Достаточно. Где-то у меня здесь, наверное, 1 четвертая чайной ложки получилась перца. И щепотку буквально соли. Соли здесь много тоже не нужно. Помидорка. Дает сок очень хороший. Все это перемешиваем. Скоро будем дегустировать, но нам надо будет обязательно не забыть положить в салат зелень. Присыпать все это зеленью. Присыпали зеленью, затем опять же размешали все это. Достаточно вкусный Стас Михайлов кушает салат. Действительно постный. Здесь, что здесь, в принципе, находится, да, все свежее, то, что с огорода. Да, горох, белок, в принципе, заменитель мяса, да, того же, жирного. Обратите внимание, здесь у нас лист салата. Друзья, итак, наш салат готов. Вообще, я резал примерно как на греческий салат, то есть старался кубиками нарезать, как Стас, в принципе, и любит. Да, я эту информацию прочитал, выяснил, что он любит кубиками, чтобы было нарезано. Обратите внимание, основанием является, да, лист салата. То есть мы просто украсили наш салат очередной зеленью, да, листьем салата. Сейчас будет дегустация, посмотрим, что получилось. Видно, что все достаточно аппетитно выглядит. Запах тоже приятный. Действительно вкусно, очень и сытно. Я думаю, что порцию с салатом, особенно если взять кусочек серого хлеба, можно наесться. Особенно если это завтрак или полдник, я, например, с утра не могу какое-то мясо есть. Стас, респект, классный салат. Друзья, подписывайтесь на наш канал. С вами был Олег Лейман на канале «Найди свой рецепт». Повторюсь название, да. Если вы хотите найти какое-то блюдо, забивайте в поиске, либо в ютубе, да, в поисковике «Найди свой рецепт» и добавляйте, что вы хотите видеть, пирожки и так далее. Вот. Всем пока!